Здравствуйте! Вот под таким вот мощным названием «Сотворение мира» мы начнем наш такой курс, который краткий очень курс, всего 10 лекций, в которых мы вознамерились просветить вас, дать вам какой-то такой необходимый минимум представлений о мире, чтобы хоть как-то вас ориентировать. Значит, есть такая сейчас дисциплина, которая прописана в учебных планах, концепция современного естествознания, КСЕ. Вот так и сокращенно называют. В общем-то, наверное, это заменитель этого самого КСЕ, но очень краткий заменитель. Поэтому по-хорошему учебники по КСЕ, вот такие вот толстые книжки про все и обо всем. Я застал еще те времена, когда КСЕ только появилось, и ему учили экономистов. Вот экономисты какого-то сельскохозяйственного вуза, их учили КСЕ, им давали задачи из различных разделов физики и химии. Из химии выбирались разделы такие вот, так сказать, суровее, типа, значит, химической равновесии, химической кинетики, теории буферных систем. Вот не каждый так вот, кто в школе химии проходил, это знает, да? Они вот экономисты, второй высший получают, какие-нибудь там вот главный бухгалтер колхоза. Вот он должен был такой искать. Меня очень умиляла там задача. Она речь шла про аксон гигантского кальмара. Там в нем была концентрация калия за пределами аксона и внутри аксона. Вот там надо было осматическое давление считать. Все это, конечно, очень здорово. И здорово, когда человек, когда экономист действительно разбирается вот в науке, в аксоне гигантского кальмара, и потом, как там улитки там передвигаются и все прочее. Но это нереально. У вас на это нет времени, чтобы все это узнать, господа экономисты, если вы учитесь экономическому делу. Ну, а хоть как-то вот поверхностно представлять о том, как устроен мир, как устроена система взглядов, да? Система взглядов на мир. Есть такой термин «система мира». Вот тут у нас немножко не так называют «система взглядов на то, как устроен мир». Система мира – это вот система мира Коперника, как устроена наша Солнечная система, например. Вот система мира Птолемея, система мира Коперника. Вот, ну вот не путайте с этими словами. Это система взглядов. Итак, начнем без предисловий и без исторических отступлений. Начнем сначала от сотворения мира, будем рассказывать. Вы знаете, какая штука? Долгое время, это время началось в 18 веке, когда появилось такое вот, ну как сказать, одни скажут, гордыня у людей появилась, научная такая гордыня. Люди решили, что они смогут постичь все тайны мира своим умом. Вот, все тайны мира. Вообще, тут вот идея постижения всех тайн мира появилась, наверное, еще в Древнем Египте. Я вот помню эпиграф некого переписчика к сборнику задач, скажем так, математических, книжки по математике, значит, в Древней Египетской, там, 4 тысячи лет или 3 тысячи лет, не знаю. Вот, там она такая, что математика, ключ ко всем тайнам природы. Вот так вот, ключ ко всем тайнам природы. То есть все тайны природы разгадать. Ну, не знаю, что имел в виду переписчик древний, но я хочу, чтобы вы сразу имели в виду главное самое. Никогда никто не узнает всех тайн природы. Меня, как учили еще в советское время, так, в общем-то, наверное, остается и сейчас такая же мысль, что наука расширяет только горизонты познанного, раздвигает вот это вот и увеличивает границу с непознанным еще, да? Непознанным. Понимаете, есть такие термин. Непознанные и непознаваемые. Вы ощущаете разницу. Вот наука наша полагает, что почти все она может познать в рамках своей материалистической, так сказать, концепции. Что вот есть мир, он управляется законами природы, узнавая законы природы, выясняя новые и новые уравнения в этом, роль математики в познании природы. Очень хорошо на языке уравнений формулировать те истины, которые мы пытаемся про природу узнать, выяснить. Вот тогда сразу все ясно, да? Я не устаю повторять, что математика – это тоже язык. Его главное отличие от человеческого языка в следующем. Человеческий язык, в общем-то, очень приспособлен для того, чтобы так сказать, чтобы ничего не сказать. Не проболтаться. Так пообещать, чтобы потом ничего не делать. А математика часто очень пишется уравнение. И тот, кто его написал, он, значит, скрупулезно все там сделал, все написал, все как-то вот, какие-то концепции, мысли заложил, с наблюдаемыми фактами установил, значит, соответствие. Появляется другой математик, решает это уравнение, и оказывается что-то ужасное. Вот такой ужас произошел где-то в районе 20-х годов. Начался он в 1916 году, ну и вот он продолжался, значит, до 30-х годов. Ну, собственно, до сих пор он продолжается, по большому счету. Ужас заключался в следующем. К тому времени, значит, самое зерно, скажем так, самое зерно нашей науки, самая сердцевина ее, это теория, ну вот, пространства и время. Теория, которая связывает пространство, время и тяготение, вот тогда появилась. Это называлась теория Эйнштейна, общая теория относительности. Вот удивительно так, что, в общем-то говоря, вот специальная теория относительности, которая появилась в 1905 году у Эйнштейна. Ну, не надо считать, что вот один Эйнштейн вот так вот пришел, и вот он сделал вот так, как получилось. Да, это, конечно, его большая заслуга есть в разработке теории относительности, особенно общей теории относительности, но он был не один. Да вы сами вот, если проходили теорию относительности, помните, там были преобразования Лоренца. Не преобразование Эйнштейна, а преобразование Лоренца, которое связывает, скажем, скорость, как бы сказать-то, движение времени в зависимости от скорости перемещения системы, отсчета, да, вот такие вещи. Не буду вас развлекать специальной теорией относительности. Главное, общая. Она потому что привела к страшным для тогдашнего нашего материалистической науки выводам. К страшным выводам. Выводы были следующие. Значит, Эйнштейну удалось записать уравнение, связывающее между собой гравитацию, пространство, время. Материю, которая распределена в пространстве. Вот поведение Вселенной вот в таком вот контексте, контексте взаимосвязи пространства, времени и материи. Гравитация, взаимодействие на расстоянии, да. В специальной теории относительности выяснило, что оказывается, из всей совокупности оптических явлений, которые наблюдаются, значит, оптика, оптика, очень такая развитая была отрасль науки, вот в ту пору уже, к концу 19 века, вытекает, что единственным правдоподобным объяснением свойств эфира, свойств той мифической несуществующей среды, в котором распространяется свет, является то, что скорость света является предельной, предельно возможной скоростью распространения сигнала, предельно возможной скоростью перемещения, ну вот, так сказать, фотонов, да. Это частицы вот этих вот, не имеющих массы покоя, как говорится, да. Они только в движении могут существовать, и причем только со скоростью света могут двигаться. Выяснилось. И вот оставалась какая-то такая вот лакуна в науке. Пустота. А как же гравитация? Дело в том, что считалось, что гравитация распространяется мгновенно. Такова была теория Ньютона, да, вот, дальнодействующее, мгновенное взаимодействие. Ну, естественно, было предположить, что это дальнодействующее, мгновенное взаимодействие, вовсе не мгновенно, а тоже распространяется скорость света. То есть, о перемещении, скажем, Солнца по своей орбите мы узнаем так же, как и узнаем о нем, значит, по свету, да, по протяжению того, куда Земля, Землю тянет. Землю тянет, оказывается, действительно, всегда к видимому положению Солнца, да, туда, куда, где она сейчас уже находится. Уже не находится, как 7 минут, 7 или 8 минут свет идет от Солнца до Земли. То есть, но нас тянет к тому месту, где Солнце было, вот, в тот момент, когда испустило тот свет, который попадает сейчас к нам в глаза, придя от Солнца. Вот так вот, нашу Землю туда тянет. Вот, знаешь, какой парадокс, да? Уравнения были записаны, взялись их решать. Советский ученый, так его обычно все называют, хотя при советской власти он прожил совсем немного, несколько лет и умер. Фридман, такая вот у него фамилия. Во время войны, он был во время войны, это, значит, Первой мировой войны, он был наблюдателем на аэростате, работал, значит, с биноклем. Вот, единственная фотография его помню, такой, значит, вот, мужчина в очках, по-моему, даже в великоватом военной форме, с биноклем. Вот он, значит, наблюдатель Фридман. Вот на аэростате, где-то в Киевском округе он служил, смотрел за позициями противника через бинокль. Вот таков он был человек. И вот он решил эти уравнения Эйнштейна. Эйнштейн был неприятно поражен. Вы знаете, это был не первый случай в истории науки, когда открывается абсолютный ноль. Фридман открыл абсолютный ноль времени. Вот что получается. Ну, вот вы представляете себе. Помните, есть такой абсолютный ноль температуры. Сейчас все с этим смирились. Сейчас, когда в эпоху, когда считают, что температура, это мера скорости движения частичек в теле, да, скорости, значит, энергии движения частиц в теле. Значит, вот абсолютный ноль, это когда движение прекратилось. И все с этим вот так вот спокойно живут. А когда появилось понятие абсолютного нуля, дело было так. Зависимость объема от температуры прямолинейная. А если мы эту линию проведем туда вот, объем, оказывается, превратится в ноль при некоторой температуре, минус 273 градуса по Цельсию. Вот при этой температуре абсолютный ноль. Так вот, оказалось, что решение, уравнение, которое записал Эйнштейн, говорят о том, что некоторое время тому назад должен был быть абсолютный ноль времени. До этого, мало того, что абсолютный ноль времени, это еще ладно. Они не имеют решения при отрицательном времени. Это еще ладно. Самое страшное, что было вот какой момент. То, что со временем Вселенная, оказывается, расширяется. Когда об этом Эйнштейн узнал, он был, ну, с этим не согласен. Он придумал там такую, значит, космологическую константу туда ввел, лямбда в свое уравнение, которая, значит, воспрещает это расширение. И так он думал вплоть до того момента, когда, значит, великий американский астроном Хаббл ему сам в своей обсерватории вот не показал около телескопа снимки, которые подтверждали, значит, удаление галактик от Земли. То есть, оказывается, разбегается Вселенная, раздвигается. Вот как раз вот решение Фридмана и говорило о том, что Вселенная расширяется. Значит, идея Эйнштейна, заложенная в его уравнении, заключалась в следующем. Вот смотрите. Если вы поднимаетесь в лифте, ну, ладно, таких лифтов нет. В ракете поднимается космонавт, стартует, он испытывает перегрузки. В общем-то, все равно, что это такое есть. То есть, на него давит притяжение земного шара, вдруг непонятные причины усилившиеся, да? Его заменили, скажем, так сказать, Юпитером в экстренном порядке, поэтому гравитация стала сильнее. Или это вот, так сказать, сила инерции. Вот вся идея общей теории относительности Эйнштейна построена на эквивалентности гравитационной массы и инертной массы. Вот это такие два слова сказал, вы, наверное, ничего не поняли. Что такое инертная масса? Вот, чтобы мне ускорить что-нибудь, вот очки вот размахнуться и бросить в камеру, да? Вот, нужно приложить к ним некую силу, да? Вот, силу пропорциональную вот массе очков. Это называется инерционная, инерционная масса, да? Вот. А очки к Земле тянет пропорциональной их массе, да? И вот были проведены опыты, Эд Веш их проводил, и выяснилось, что, оказывается, у всех веществ, независимо от их характера, от их природы, гравитационная масса всегда строго постоянно вот этой вот инертной массе тела. И вот на этом вот, так сказать, факте открытом и была построена теория гравитации Эйнштейда. Значит, привела она к страшному выводу. Вот картинка показывает, так сказать, нечто. Знаете, что эта картинка показывает? Это вот условная картинка, время. Я вообще очень вас хочу предостеречь. Всякие картинки, иллюстрирующие общую теорию относительности, они, так сказать, неподготовленные, незакаленные души могут свернуть, так сказать, с правильного пути. Это ось времени, а это пространство, да? Что, серьезно, да? Нет. Это вот время. Вот это было начало всех времен. Как вот пишется, начало всех времен. А это расстояние между какими-то двумя точками. Были две точки. Вот в наше время они вот на таком расстоянии находятся. Да? Вот в наше время на таком расстоянии. И происходит их постоянное разбегание. Видите, вот в следующий момент времени они уже будут дальше друг от друга. Это расстояние между двумя точками. Две точки, которые вот находятся вот на таком расстоянии друг от друга. Вот представьте себе такую вещь. Шарик. Воздушный шарик раздувается, да? Раздуваете воздушный шарик. Две точки, которые находятся совсем близко друг к дружку. ну, скажем, в сантиметре, и две точки, которые находятся друг от друга в двух сантиметрах. Да? В сантиметре, две сантиметра. Шарик раздулся в два раза. Все его линейные размеры увеличились в два раза. Ну, за какое-то время, скажем, за одну секунду он вдруг раздулся в два раза. Те точки, которые были друг от друга на одном сантиметре, они стали теперь на двух сантиметрах. Скорость их удаления была сколько? Они на один сантиметр удалились. Один сантиметр в секунду. Те точки, которые были в двух сантиметрах друг от друга, теперь стали в четырёх. Скорость их удаления друг от друга оказалась сколько? Две... Два сантиметра в секунду, в два раза больше. То есть, чем дальше друг от друга находятся точки, тем быстрее они друг от дружки удаляются. Вот какой вот момент. Причём эта кривая идёт из нуля. Вот тут разумно было бы на этой... Не кривая, а прямая. На этом графике ещё несколько, скажем, прямых нарисовать. Я просто не стал их, чтобы вам не затруднять восприятие. Вот, представьте себе, вот это вот расстояние до какой-нибудь ещё точки. Вот эта вот прямая, которая... Вот так вот вроде хорошо смотрится, да? До какой-нибудь ещё точки. До неё расстояние больше. Вот. И они вот так разбегаются. Причём очень интересно, что в начальный момент времени существовало два, так сказать, фактора. Все точки были друг от друга на нулевом расстоянии. Раз. Как только это, значит, наступило начало времён, точки всего нашего пространства заполненного материи. Плотность материи в тот момент была бы бесконечной. Вот это, как говорится, так сказать, сингулярность. Сингулярность. Причём очень бесконечной материи. Но вот общаться материи друг с дружкой было очень тяжело. Тут возникает следующее понятие – горизонт событий. Я сейчас вам объясню, что это такое. Вот представьте себе скорость звука. У нас что-то 340 метров в секунду. Представьте себе, что мы обо всём на свете судим только по звуку, который к нам прибегает. Да? Мы не видим там вспышки молнии. Мы не видим клубов белого дыма, вырвавшихся из жерла пушки. Вот. Мы слышим только звук, который к нам пришёл. Вот мы начали жить. Открыли окошко. Слушаем звук. Значит, через секунду мы будем знать по звукам о тех событиях, что происходит от нас в 340 метрах. Через 2 секунды ещё 340 метров надо добавить. Значит, 680. И так далее, и так далее. Каждую секунду расширяется, как бы сказать, горизонт доступных для нас событий. То же самое и со светом. Всё, что не есть, приходит к нам со скоростью света. Гравитация со скоростью света к нам приходит. Свет приходит со скоростью света. Гамма-лучи. Всё приходит к нам со скоростью света. И вот есть такое понятие горизонт событий. Для нас, вот для таких вот с закрытыми глазами стоящих людей около окна, для нас горизонт событий – это то, что находится от нас вот на расстоянии времени умножить на скорость звука. Для нас, живущих на планете Земля, горизонт событий, горизонт, ну скажем так, Вселенной, откуда что-либо могло повлиять на нас, да, то есть как могло повлиять? Быстрее, чем со скоростью света не повлияешь, да. Время находится вот на расстоянии время от творения мира, от возникновения Вселенной, до умножить на скорость света. Вот это называется горизонт событий. Любопытные вещи возникают. Вот с этим надо как-то вот смириться немножко. Что когда Вселенная стала разбегаться, мы только вот, горизонт событий наш был равен нулю. И очень медленно рос. Самые интересные, кстати, времена – это порядка 10 в минус 30, 10 в минус 50 доли секунды. Да, вот давайте умножим скорость света сейчас на эти вот времена. Значит, скорость света 300 тысяч километров в час. 3 на 10 в пятый километров или 3 на 10 в восьмой метров. Ну, метры – это как-то скучно. Давайте в миллиметры переведем. 3 на 10 в одиннадцатый миллиметров, да. А это что такое будет? Если в микроны переводить, 3 на 10 в восемнадцатый микронов. А это какие-то страшные маленькие доли от микронов. Вот такие времена, которые меньше размеров атомных ядер, меньше размеров частиц. То есть тогда вот само понятие Вселенной было такое маленькое. Вот видимая Вселенная была такая маленькая, что вот, ну, не заглянешь даже вот за пределы протона, да, понимаете? Вот протон больше, да. Для нас вот мы были кусочком внутри протона фактически, да. Но на самом деле-то и протонов-то не было. Так, ну вот, это называется горизонт событий. Это теперь для нас время, вертикальная ось, время. Мы, мы живем. Все, что нас может повлиять, находится вот внутри этого конуса событий, да, вот оно. Это вот точка время, пространство. Событие какое-то, которое произошло вот в этой точке пространства, это вот одна линия символизирует нам все три, скажем так, вот пространственных координаты. Вот оно, расстояние от нас, вот. И мы чем дальше, тем больше. Вот, допустим, вот это был момент творения света. Вот, значит, для нас видно только вот в этом диапазоне. Вот, от и до, вот в этих вот координатах мы только и можем наблюдать весь творящийся в мире, все творящиеся в мире события. Вот, вот это вот, что произошло, такая вот штука с миром, он, оказывается, возник. Возникла не только материя, а материя, это у нас как, у нас учат, это вещество, атомы, частички, и поле. Вот, понятие поле ввел впервые Майкл Фарадей, и вот оно где-то вот там лет за 70 так привилось в науке. Сейчас под полем мы понимаем, наверное, совсем не то, что представлял себе Майкл Фарадей, такая форма материи поля. Там кванты появились с тех пор, много чего появилось, другое совсем представление стало о материи. Поле тоже теперь состоит из частичек, так же, как и вещество. Вот как интересно. Из квантов, эти частички квантами называют. Журнал даже такой для детей издает, издательство «Наука Квант». Там всякие задачки по физике, по математике, популярной истории из этих наук. Вот. Ну так вот, к чему я клоню. Я хочу вам сказать следующее, что вот в момент рождения Вселенной появилась не только материя, появились время и пространство. Когда наша вот такая материалистическая наука, которая основывается на фактах экспериментальных, да, всё, что мы не рассуждаем, мы рассуждаем в понятиях пространства и времени. Вот этот, вот эти часы, да, или что там, вот этот лектор в данный момент времени находится вот в данном месте, вот что-то они тут вот во времени, время и пространство, необходимы атрибуты любых описаний процессов, происходящих в нашем мире. Так или иначе они присутствуют. То есть невозможно в понятиях нашей материальной науки, или материалистической, если хотите, собственно, всё равно, я не вкладываю в данном случае слово «материализм» какого-то такого философского звучания. Да, не вкладываю. Вот. В этой вот материальной науке получается, что просто это граница для её материального познания. Вот сам момент творения Вселенной, момент её появления. Как хотите, вот что хотите, делайте, но до этого материи не существовало, значит, не существовало ни одной материальной сущности, которая могла бы вызвать вот этот вот акт творения мира. Значит, все те сущности, что существовали до того момента, были сугубо нематериальны. В своё время старые-то люди, как вот когда старики ворчат, старые-то они дураки, ведь известное дело. Старые-то люди, когда не кончали они университетов, просто их не было в ту пору. И с математикой у них было очень туго, считали только на пальцах. Так вот, они, значит, и гоняли скот по пустыне, выжженный солнцем. Вот у них возникла концепция сотворения мира. Так уж пришлось мне как-то вот посмотреть, какие были идеи сотворения мира у разных народов. Оказывается, в основном идейки были, как ни странно, такие очень плоские. Какой-нибудь бобр по заданию чьему-нибудь нырял на дно, поднимал оттуда вот ил, и из этого ила, значит, некий бог сотворил землю. То есть, опять где-то вода, дно, ну какая разница. Очень такой примитивный. А вот тут вот в концепции, значит, мировых религий, значит, иудаизма, мусульманства и христианства, там концепция сотворения мира, она какая-то вот такая очень, как бы сказать-то, трудно ее поймать на чем-нибудь. Было все безвидно, дух витал над вот чем-то таким вот пустым пространством. Вот что-то такое, вот какие-то такие вот слова, которыми, ну вот, не было тогда уравнения Эйнштейна, да, вот еще не вдохновило его никто на создание этих уравнений, не привела к этому жизнь. То есть, сам говорилось об этом, что есть какая-то нематериальная сущность, бог, он же нематериален, да, вот так говорили просто тогда люди, бог, вот нематериальная сущность. Если вы такие вот упорные вот материалисты, или, как сказать, атеисты, пожалуйста, нематериальная сущность, То есть факт существования нематериальных сущностей доказан, и атеистам придется просто свой символ веры несколько видоизменить. Кстати, они очень долго держались за свой символ веры, несмотря на то, что Фридман предсказал расширение Вселенной еще в 20-е годы, что к 30-м годам оно было открыто, а к 60-м, 50-м годам это был уже фактически установленный факт. Вся астрофизика работала в рамках расширяющейся Вселенной. Я помню, в учебниках была такая чудная физическая энциклопедия серого цвета, была черная и серая, в серой физической энциклопедии. Там повествовалось, что все-таки мир вечен, он вечно существует, и вечно будет существовать. Но сразу как-то выпадал такой момент, а как же звезды-то горят, откуда они энергию берут? Вот не так давно мне пришлось разговаривать с одной очень умной девочкой, она студентка моя, математик. И вот она была так очень настроена, так вот материалистично, на отсутствие каких-либо таких нематериальных вещей, сущностей. Ей приходилось делать допущения, предположения в споре о том, чтобы как-то избежать этой идеи появления мира одномоментно. И вы знаете, что пришлось? Очень хорошая, умная девочка, между прочим. И оказывается, для этого, для того, чтобы признать несотворенность мира, то есть его вечное существование, приходится сделать массу допущений, ну, в общем-то говоря, о чудесах неких. О несоблюдении закона сохранения энергии, импульса, ну, все что угодно. Ну, вот такие вот вещи. Не сохраняется все материи. Вот. Очень сильные нарушения. То есть очень много чудес, оказывается, должно было произойти, чтобы символ веры атеистической оказался бы вот не колеблем. Вот как интересно. Оказывается, и атеизм – это религия, подразумевающая веру в чудеса. Причем очень такие мощные чудеса. Типа как нарушение сохранения энергии. Вот. Ну, вот я вам начал нашу сказку с рассказа про такое вот от сотворения мира. Обещано же было рассказать. По большому счету, у науки есть несколько еще проблем. Несколько вопросов к природе. Вопрос такой есть очень существенный. Рядом, как сотворение мира, сотворение жизни, как возникла жизнь. Дело в том, что вот очень легко было на эту тему рассуждать, скажем, людям 30-х годов 20-го века. Тогда была такая концепция. А что такое жизнь? Жизнь – это свойство белковых тел. Вот такая вот формулировка. А наследственность? Что такое наследственность? Наследственность – это свойство живой материи. И все. Вот конкретно. Когда, в общем-то, пришлось выяснить более серьезно, что же такое наследственность. Выясненность по всей этой ДНК. Сейчас публике очень хорошо известно. Генетика, гены, ДНК, наследственные заболевания. За кого нужно выйти замуж, чтобы дети были хорошие, или на ком нужно жениться, чтобы внуки были замечательные. Ну, вот все это популярно сейчас. Вот такая вот вещь. И тоже у нас будет отдельный разговор о том, как сотворена жизнь. Но это очень большая проблема. Еще тоже есть цепочка такая проблем, которые идут от сотворения мира до появления жизни. Как же вот так вот получилось, что тот видимый нами мир нами сейчас именно в таком виде наблюдается? Как так получилось? Звезды, галактики, пыль всякая там галактическая, сверхновые, вспышки сверхновых и так далее. Вот у меня есть тут картинка, которая характеризует такое вот маленькое сотворение мира наоборот. Называется это черная дыра. Что происходит в черной дыре, никто не знает. Значит, во-первых, что есть черная дыра? Объект на самом деле очень простой. Вот смотрите сами. Чтобы улететь с Земли, в безбрежные дали космоса, нужно развить скорость порядка 11 километров в секунду. Чтобы улететь с Юпитера, нужно еще большую скорость развить. Чтобы стартовать на ракете, ну, таких ракет нет, с Солнца, и улететь в безбрежные дали, там что-то около 10 тысяч километров в секунду, по-моему, нужно. Ну, я могу ошибаться, но совершенно не снохшибательная скорость. А сколько же нужно иметь массу, тело, от которого хотим мы улететь, чтобы улететь было нельзя со скоростью меньшей скорости света? Вот. То есть вот просто очень массивное тело, с которого нельзя улететь. Вообще говоря, это, сама вот эта массивность этого тела ни к чему особенному не ведет, между прочим. Вот это вот, все, что нас окружает за горизонтом событий, вот у нас есть картиночка, да, вот все, что здесь не есть за горизонтом событий, для нас, в принципе, черные дыра. Более того, есть такие места во Вселенной, которые удаляются от нас в силу своей удаленности, да, вот они далеко, они удаляются от нас со скоростью большей скорости света. Вот видите, как, с одной стороны, вроде, не может быть скоростей таких, а с другой стороны, они, оказывается, удаляются, тем не менее, от нас, продолжают удаляться на этом вот раздувающейся бесконечной Вселенной. Я хочу вам вот что сказать. Есть такое вот мнение, вот я вам про шарик рассказал, да, шарик – это замкнутая поверхность, правда? Есть такие разговоры про то, что наш трехмерный мир, он какой-то свернул сложную такую вот четырехмерную фигуру, и он замкнут. Если мы пустим луч света туда, то подождав так 30 миллиардов лет, он прилетит к нам с той стороны, этот лучик света, да? Ну, ждать, правда, вот долго не хочется, но вот такой, и поэтому никто проверить не может вот эту концепцию до конца. То есть кривизна вот этого вот такого вот мирового пространства, да? Ну, это вот есть такая мысль существует, но в то же время совершенно не противоречит теории относительности Эйнштейна, общей теории относительности, мысль о бесконечном пространстве, расширяющемся во все стороны. Вот, не противоречит. Расширение, кстати, постепенно замедляется, вот, и рано или поздно оно может замедлиться. На эту тему помешать ему может только гравитация. На эту тему, значит, я вам хочу сказать следующее, что очень сильно судьба нашей Вселенной, вот, Вселенной, в которой мы живем, зависит от плотности вещества в ней. Дело в том, что за последние десятилетия ученые пришли к выводу, что, ну, просто говоря, бабушка надвое сказала. Трудно сказать, какова же средняя плотность вещества в Вселенной. Оказывается, все очень сильно зависит от того, как проявляют себя нейтрино. Такие есть частицы нейтрино. Раньше считалось, что они не имеют массы. Вот, их открыл великий итальянский физик Энрико Ферми и назвал их нейтрино, нейтрончик по-итальянски. То есть, незаряженная частичка такая вот. И вот, по всем признакам, эта нейтрино не имеет массы покоя. Но если имеет, то очень-очень маленькую массу покоя. Но этих нейтрин очень-очень много. На всех этапах возникновения развития Вселенной нейтрины только рождались, рождались, рождались и появлялись во всех реакциях. И типа реакции, так сказать, бета-распада. А взаимодействие нейтрин с веществом крайне маловероятно. Поэтому они накапливаются. Вот если гамма, кванта, рано или поздно кем-то поглощаются, какой-нибудь электрон, вылетевшийся с большой скоростью, где-нибудь затормозится в облаках межжвездного газа, очень разреженных, то нейтрин никто не может зацепить. Они почти неуловимы. Ну, почти неуловимы. Все-таки их, значит, ловят человеческие приборы. То есть, они все-таки существуют, и их много. Вопрос в том, какова их масса. В зависимости от того, какова их масса покоя, то, что называется, масса Вселенной очень сильно может измениться. Вообще, наша Вселенная — это большой пустой ящик, в котором немножко-немножко вещества. Типа там на несколько кубометров один атом. Вот так вот. Это очень-очень жиденько, если в среднем. Вот те места, где существует наша цивилизация, то есть наша галактика, — это очень плотное место. Вот тот вакуум, который окружает нашу Землю, — это очень плотное место по сравнению с межзвездными, межгалактическими далями. Так вот, значит, хочу вам сказать о Черной Дыре. Такой замечательный объект, который сначала возник, так сказать, как некий результат некого мысленного эксперимента. Вот он, оказалось, существует в природе. И в Черную Дыру рано или поздно превращаются некоторые типы звезд. Для этого просто нужно иметь достаточную энергию, достаточную массу, простите. Нужно, чтобы прекратились самые горячие, значит, реакции в этих звездах, самые хорошо выделяющие энергию реакции там. И она начинает схлопываться. И в тот момент, когда ядро разогревается достаточно, чтобы там начались реакции уже более высокотемпературные, термоядерная реакция, к этому времени всё, хлоп, из неё не может вылетать, ничто не может вылететь. Вот. Ну вот то, что рисуется, надеюсь, как чёрная точка, да? Совсем не обязательно понимать, что это некая сингулярность с бесконечной плотностью. Совсем не обязательно. Это просто масса, значит, некая звезда, шар, тело небесное, с которого скорость отрыва, значит, больше скорости света. Света вылететь не может. И вот эти чёрные дыры сами по себе, естественно, незаметны. Ну что, как их можно заметить? Есть два способа. Первый способ называется эффект гравитационной линзы. Оказывается, теория относительности, толкуя об эквивалентности вот этой вот природы инертной гравитационной массы, говорит нам, на самом деле, гравитация просто искривляет пространство. Вот что такое? Вот мы бросаем камень под углом горизонта. Почему он так вот летит? А потому что вот тут вот, понимаете ли, на него действует сила притяжения Земли, да? А свет мы, если пустим под углом горизонта, он что, по прямой пойдёт? Вообще свет будет тоже немножечко притягиваться к Земле. Он тоже полетит, ну, по какому-то такому составляющей параболы какой-то. Вот. Он тоже будет искривляться. И уже обнаружено было достаточно давно искривление света, когда он проходит во время солнечного затмения рядом с Солнцем. Оказывается, можно увидеть звёзды, которые находятся вот поаккурат за Солнцем во время солнечного затмения, вот на краю диска, закрытого Луной. Потому что искривляется пространство, говорят. Свет всегда идёт по прямой, просто пространство искривилось. Вот так учит нас теория относительности Эйнштейна. Ну, так вот. Либо вот такая гравитационная линза. Это такое не очень эффектное наблюдение. Просто вдруг там где-то на небе что-то такое, тут вот какие-то двойные изображения одних и тех же галактик там обнаруживаются. Есть такие вот. Где-то у меня даже будет такая фотография, даст Бог, в одном из наших рассказов. А вот пока, значит, чем проявляют себя чёрные дыры? Страшным делом. Чёрные дыры бывают такие массивные, что, живя в паре с другой звездой, есть такие звёзды, называются двойные. Ну, это как Луна и Земля. Две планеты. Вращаются одна вокруг другой. Ну, на самом деле, Луна, планетка, очень маленькая, небесное тело. Поэтому она вращается практически вокруг центра Земли. А вот если бы она была бы такая же, как Земля, мы бы, мы бы, и Земля, и Луна, вращались бы вокруг общего центра тяжести. И вот так бы случаются звёзды, ну, сравнимые друг с другом по размерам, вращаются вокруг друг друга. И надо же такому случиться. Бывает так, что чёрная дыра оказывается партнёром в такой звёздной паре с обычной, значит, звездой, которая излучает свет, оптическая звезда. Вот она так вот вращается, они так в паре вот так вот крутятся, вращаясь друг вокруг друга. И такое мощное, значит, притяжение испытывает вторая звезда, приливное притяжение, приливы. На поверхности звезды возникает такой приливной горб. И вот очень интересны компьютерные модели, которые описывают поведение этого горба. Представляете, как огромный протуберанец вырывается с поверхности звезды. И этот протуберанец, значит, по спирали спускаясь к чёрной дыре и скрываясь за горизонтом события, вот в этот период, пока он падает на неё, получается падение на чёрную дыру. Пока он падает, он разогревается, они сталкиваются друг с другом. Выделяется огромная энергия кинетическая, да? Значит, потенциальная энергия в гравитационном поле, вот в этом очень мощном, переходит в кинетическую энергию газа, газ при этом разогревается. И он такой горячий, что у него оптимальное излучение становится рентгеновским, а то и гамма-излучением, да, понимаете? Рентгеновская звезда. Вот что такое рентгеновская звезда. Это, оказывается, суперперегретое вещество, перегретое до таких температур, что максимум излучения находится в области рентгеновского диапазона. Помните, такие слова есть? Голубое, как называется, красное коление, да, белое коление. Когда накаленный какой-то предмет, там, скажем, металл, это говорит о температуре. Чем выше температура, тем более голубое излучение тела, да? Вот самые такие яркие, мощные лампы, горячие, они голубоватым светом светят. Замечали? Вот, у таких вот автомобилей с мощными дорогими лампами. А лампочки попроще накаливания, где-нибудь там, вот, 15 ватт, где-нибудь вот в подъезде, в темненьком, она так желтенько-желтенько светит, это вот холодненькая. А вот там такая горяченькая лампочка в космосе, что она светит аж в рентгеновском диапазоне, рентгеновские звезды. Еще бывает, они там начинают переменные себя показывать, потому что очень с безумно бешеной скоростью вот эта вот оптическая звезда, раздираемая приливными силами, крутится вокруг дыры и мигает нам постоянно. То вот за дырой она, то есть источник света от нас закрыт, то к нашей стороне вышла. Вот такая пульсирующая звезда. Вот. Значит, совсем немного времени прошло, прежде чем возникли электроны и протоны. Немного совсем времени прошло, может быть, там микросекунды после сотворения мира. Но примерно миллион лет мир был такой горячий, что электроны и протоны не могли объединиться в атомы. Поэтому всегда, когда они что-нибудь излучали, любую такую энергию мог найтись электрон, который ее поглощал. Это сейчас мир прозрачен, потому что он состоит из атомов и молекул. Только в этом случае мир может быть прозрачен. Свет, который попадает на атомы, вот, например, так сказать, воздуха, который отделяет меня от телекамеры, он спокойно мимо них проходит, потому что атомы поглощают только выделенные спектральные линии, выделенные уровни энергии. Вот пока мир не состоял из атомов, электроны поглощали все. И вот в один прекрасный момент, миллион лет после сотворения мира, энергия стала такой низкой, а плотность, значит, тоже такой низкой материи, что рекомбинировали электроны и атомы, при этом излучив огромную вспышку света. Вот все, торжество жизни, вот этот праздник, да, вот творение закончилось, возник свет, да будет свет. И мир стал прозрачен, понимаете, весь мир, вся бесконечная вселенная стала прозрачной. В ней стало бегать, носиться вот это вот облако лучиков света, фотонов, частичек света. А это облако расширяется. Для него работают те же самые законы, что и для газа. Когда мы откупорим бутылку шампанского, из него вырывается такое облачко пара. Это вот сжатый воздух, сжатые пары шампанского расширяются и при этом охлаждаются. Начинается конденсация паров воздуха, они так сильно охладились. Мы вот так вот дуем, и воздух холодный, потому что он расширяется вот в наших губах, которые мы делаем вот такой дырочкой маленькой, да, вот, так сказать, сопло создаем. Сопло, как правильно, наверное, нужно говорить. Вот. И вот с расширением Вселенной этот газ охладился. Газ охладился, и вот, пожалуй, важнейшее доказательство появилось в 60-е годы, окончательное доказательство о том, что действительно мир был сотворен. Так получилось, что два инженера, обслуживавших антенну, передающую сигнал на спутник, телевизионный сигнал, значит, Европа-Америка, значит, телевизионный сигнал передавать там про всякие футбольные состязания, про покушение на президентов, вот такую вот информацию. И вот им пришлось случайно столкнуться с фоном, который приходил из космоса к нам на Землю в радиодиапазоне. Оказалось, что это так называемое фоновое излучение, реликтовое излучение. Это то самое излучение, та самая вспышка, что возникла через миллион лет после сотворения мира, когда вот был сотворен свет. Вот та самая вспышка до сих пор существует, но эти фотоны охладились. Они стали не такими, так сказать, светлыми. Это фотоны радиодиапазона, миллиметровых длин волн. Температура этого излучения соответствует 4 градусам Кельвина. Вот, значит, вот сейчас вот это вот облако охладилось до 4 градусов Кельвина, и постепенно происходит расширение. Вот этот вот графичек, вот как раз эта вот зависимость, промеры, вся эта вот великая кривая. Кельвина для искушенного глаза как раз говорит о том, что да, действительно, был акт творения нескольких миллиардов лет назад. Сейчас некий вот разброс есть. Дело в том, что коэффициент, скажем так, как это назвать-то, красное смещение, скорость разбегания галактик не совсем точно определена. Сложно очень ее посчитать, потому что мир-то расширяется, а галактики движутся в разных направлениях. Попробуй-ка посчитай, померяйте скорости. Там есть куча проблем с измерением этих скоростей. Так вот, от 5 до 30 миллиардов лет существует наш мир, не более того. Вот это очень принципиальные цифры, которые должны в рамках, в этих пределах нужно суметь объяснить существование всей нашей, всего нашего многообразия. Вот за эти вот 5-30 миллиардов лет должно было возникнуть все, что мы видим. Кстати говоря, мы еще, оказывается, в этом облаке фотонов реликтовых движемся, движемся в направлении созвездия Геркулеса, в направлении вот того скопления, что на экране можно посмотреть под занавес. Вот туда мы и движемся. Вот туда, в направлении этого шарового скопления в Геркулесе. Давайте двигаться вместе в направлении этого шарового скопления. До следующей встречи. Продолжим в другой раз. Удачи!